Привет, меня зовут Эд, и сегодня я продолжаю записывать новую порцию советов, идей и рекомендаций для вашего здоровья и красоты. Все знают о такой проблеме, как огрубевшие пятки, а это может быть разной степени огрубения, небольшое, большое и очень сильное. Возникает это в основном летом, когда пятка сильно пересыхает от того, что мы ходим по жаре, по пыли и так далее. Но, в принципе, если проблема застарелая, то такое может наблюдаться и в осеннее и зимнее время. Что же можно предложить для лечения и профилактики наших пяток? Я предложу отвар из целебных трав и после этого мы берем этот отвар и будем, так сказать, парить в нем ножки. Для наших процедур нам потребуется только пемза, всем известная пемза, водичка и сбор таких трав. Берем в равных количествах шалфей, ромашку и череду. Можно брать по одной-две столовые ложки данных трав и делаем сбор. Для того, чтобы сделать данный отвар, возьмите по две столовые ложки готового микса и засыпьте в большую эмалированную чашку. Залейте примерно полулитрами воды, доведите до кипения и прокипятите данный растворчик примерно минут 10. После этого раствор уже готов для распаривания наших пяток. Возьмите или ведро, или какую-то другую емкость и налейте туда чуть воды, где-то литров 5 примерно. Можно чуть-чуть меньше, это не имеет большого значения. Чем больше будет концентрация, тем лучше. Можно где-то от 2 до 5 литров воды и осторожно добавляем туда, на наш целебный отвар трав. Вода должна быть горячая. Ну, не супер горячая, а реально горячая. Где-то примерно от 45 до 55 градусов. Так, чтобы комфортно ножки туда вошли, вернее наши ступни. И мы понимали, что там горячо, но комфортно. Примерно посидите минут 15-20 в таком состоянии. Пяточки уже распарятся. Возьмите пемзу и начинайте осторожно, осторожно, осторожно снимать. Это кропотливая работа, но спешить не надо. Я им буду обрезать все ножницами, притвой и так далее. Это категорически запрещено. Надо осторожно снимать послойно. Послойно. Идеально это все делать, если простыми средствами, то только пемзой. Итак, мы потихонечку начинаем щищать огрубевшие клетки кожи, белые, побелевшие. Которые сразу проявятся на ваших пятках. Можете это делать не за один раз. Не надо, если у вас очень сильно, вы давно этого не делали, не надо сильно на полсантиметра все щищать. Перенесите второй, третий этап данной процедуры на другое время. Через день, через два и так далее. После этого, когда вы почистили пемзой наши распаренные пяточки, вытяньте ноги. Пусть они буквально 2-3 минуты постоят. Они горячие, они сразу испарятся с них. Жидкость. Но, в принципе, наша травка, которую мы налили в воду, наш настой травки, он, конечно же, на ножках останется. И это очень хорошо. После этого, примерно через 5 минут, нанесите хороший, качественный крем для ног. Увлажняющий, желательно жирненький крем для ног. Нанесите. Можете даже два раза нанести. Один раз нанесли. И через 2 минуты нанесите еще раз. И все. И ляжьте сразу, лягте. Отдохните буквально сколько сможете. 10-15 минут. После этого, можете уже приставать к обычной работе. Такую ванночку можно делать постоянно. Если у вас небольшие возникают огрубления, то такую ванночку можно делать раз в неделю. Если вы давно не делали, то, как я сказал, можно это делать и через день, через 2 дня. Вот такая ванночка. Очень качественная, травяная, хорошая ванночка для ваших пяточек. Будьте здоровы и смотрите меня дальше. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Рад буду ответить на них. Отвечу каждому. До встречи на моем канале. Удачи вам и мир всем! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!